Продолжение следует... 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 Так, в конце 44-го года на вооружение был принят Т-44. Эта машина была существенным шагом вперед. Средний танк Т-44. Боевая масса 31,8 тонны. Экипаж 4 человека. Оружие. Пушка калибра 85 мм и два пулемета калибра 7,62 мм. Мощность дизельного двигателя 520 лошадиных сил. Максимальная скорость 51 км в час. Для усиления защиты одного банального утолщения броневых листов было мало. Опыт боевых действий показал, что лобовая часть танка наиболее уязвима в тех местах, где стоял пулемет и находился люк механика водителя. То есть для лучшей защищенности броневой лист нужно было сделать монолитным. С пулеметом оказалось проще. Боевой опыт показал, прицелиться на ходу из пулемета практически невозможно. А зачем тогда стрелок? От этого члены экипажа отказались. Пулемет дистанционно приводил в действие механик-водитель. А сам пулемет закрепили жестко и он полностью находился в танке. С этим справились. Осталось убрать люк. На первый взгляд тоже не проблема. Механик-водитель может забраться в танк через башню. Но тогда в случае экстренного покидания машины шансов спастись у механика-водителя было немного. Поэтому люк установили на верхнем листе корпуса перед башней. Откуда появилась такая возможность? Почему на Т-34 этого сделать было нельзя? Сравним два танка. Очень хорошо видно, что башня танка Т-44 сдвинута назад. Дело в том, что на Т-34 двигатель располагался вдоль корпуса. На Т-44 двигатель установили поперек. Это расширило внутреннее пространство, а соответственно появилась возможность разместить башню ближе к корме. А люк механика-водителя сверху. Люк хорошо виден на кадрах художественного фильма, где Т-44 сыграл роль своего предшественника, знаменитого Т-34. Расположить двигатель по-новому позволила более компактная торсионная подвеска. По той же причине танк стал ниже. Его высота 2 метра 40 сантиметров. На 30 сантиметров меньше, чем Т-34. Казалось бы, немного. Но 30 сантиметров – это суммарная высота трех бронебойных снарядов калибра 100 миллиметров. Самая лучшая защита для танка, если снаряд пролетит мимо. А вообще толщина броневых листов Т-44 по сравнению с Т-34 увеличилась в среднем в два раза. Т-44 – танк переходного периода. Некое связующее звено между довоенными и послевоенными машинами. Компоновочная схема 44-ки легла в основу будущих средних танков Советского Союза. Впрочем, в дальнейшем от классификации танков по массе откажутся. Будет введено новое понятие – основной танк. Но сделают это позже. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok